Вы знаете, совсем недавно я читал в одной книге о древних еврейских толкователях Священного Писания. И вот эти толкователи, вы знаете, какие вопросы они обсуждали? Вот они читали закон Божий, и вот они заметили заповедь, что когда в семье рождается ребенок, если это мальчик, то он должен быть обрезан на восьмой день после рождения. И вот вопрос, который встал перед этими толкователями, древними еврейскими толкователями, заключался в следующем. Что делать, если восьмой день обрезания ребенка попадает на субботу? С одной стороны, знаете, я подумал, какие наивные люди. Ну, как иногда мы смеемся над всеразличными иудейскими толкованиями. А вот с другой стороны, вот сам автор, который цитировал этих людей, он как-то натолкнул меня на такую мысль, мне немножко стало стыдно. Знаете, почему, друзья? Для чего мы с вами читаем Священное Писание? И вот эти люди, автор говорит, посмотрите, для чего они изучали Библию. Они изучали Библию для того, чтобы научиться применять ее в повседневной жизни. Научиться применять Библию в повседневной жизни. Прежде всего, это то, что значит быть учеником Господа. И поэтому, я думаю, это великая задача и великое благословение, когда мы, как ученики Господа, мы сможем научиться применять Божье Слово в нашей с вами повседневной жизни. Ну, я бы хотел продолжить сегодня наше с вами рассуждение о том, что значит быть учениками Господа Иисуса Христа. Я предложу сегодня отрывок из книги «Деяния апостолов», вот 17 глава, которая говорит о том, как Павел побывал в городе Афины. Вот что мы попытаемся с вами сделать. Мы попытаемся рассмотреть только, может быть, одну грань, маленькую грань того, что значит быть учеником Господа в языческом мире. И о чем мы, ученики Господа, должны и можем рассказать этому миру. Ну вот, одно короткое замечание вообще по тому, как устроена книга «Деяния апостолов». Знаете, она делится на две большие части. Первая часть – это апостол Петр, а вот вторая часть – это апостол Павел. Или в другом смысле мы с вами можем посмотреть, что первая часть – это проповедь Евангелия. А вот затем вторая часть, друзья, это уже все больше и больше защита Евангелия. Защита Евангелия через общественное участие, через дискуссии и так далее. Вот 17 глава, вот в центре внимания будет перед нами. Это часть раздела, где апостолы выходят в языческий мир. Ну и согласитесь, для нас это очень сложная тема, да, друзья? Вот как нам жить в языческом мире, в мире, который отвергает Бога. То есть это очень насущный вопрос для нас. И поэтому, друзья, вот то, что произошло в Афинах, очень глубоко поучительно. Ну и, осмелюсь сказать, увлекательно, друзья. Я думаю, вот повествование, оно увлечет вас. Позвольте мне напомнить общую картину повествования вот именно этого раздела книги «Деяния апостолов». Давайте мы начнем вот с 16 главы. Прошу вас следите за чтением с 5 стиха. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, с 5 стиха. «И церкви утверждались веру и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию в Галатийскую страну, они, это Павел, Сила, Лука и Тимофей, не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Ассии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. «Именовав же миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». Ну, друзья, какова тема вот этих вот стихов? Вы знаете, вот в общем можно сказать, что это водительство Бога. Или, возможно, нам следовало бы использовать слово «контроль» и «управление Богом», вот чтобы открыть гораздо больше мир мыслей. Итак, мы читаем о том, как Бог направляет эту великую миссию. Вот апостол Павел, со своей стороны, он интересовался служением в Ассии. Каким-то образом Святой Дух не позволил ему этого сделать. И в конце концов Павел получает видение. Затем сотрудники Павла обсуждают это видение, обсуждают для того, чтобы, ну, быть абсолютно уверенным, что видение от Бога. И вот эта вот группа миссионеров, наших братьев, приходит к выводу, что они должны отправиться в Европу. Братья и сестры, в результате чего мы сегодня сидим с вами здесь? В результате чего мы сегодня сидим с вами здесь? Напомню несколько событий, которые входят в данный раздел книги Деяния апостолов. Очень скоро, после того, как Павел попадает в Европу, одно из первых событий – Бог открывает сердце Лидии. То есть где-то Дух Святой закрывал дверь апостолам, братья и сестры, здесь Бог открывает сердце человека. Далее Павел и Сила встречаются с одержимой демоном девушкой. Если вы помните, в этой девушке написано, что она через прорицание доставляла большой доход господам своим. Ну, прорицание, друзья, это предсказание будущих событий за вознаграждение. То есть хозяева этой девушки, представьте себе, зарабатывали огромные деньги, предлагая людям руководство, руководство в жизни. То есть прорицание, которое Павел и Сила остановили. Вы знаете, что-то похожее произойдет немножко позже в городе Ефес, где совершится вот этот вот колоссальный триумф над неправильным видом руководства, спиритизмом и оккультной магией, которая практиковалась в Ефесе. После уверования люди сжигали книги, посвященные магии и колдовству. Друзья, что все это значит? В данном разделе книги «Деяния апостолов» есть большая картина, есть широкий контекст. То есть кроме нашего, друзья, существует другой мир, и есть реальное руководство из другого мира. Есть Дух Святой, и есть оккультные силы, которые также используются для того, чтобы направлять и контролировать людей. И в основе этого раздела лежит огромный, огромный вопрос, актуальный сегодня. Как контролируется наша жизнь? Что руководит нашей судьбой? И, знаете, у нас появляется такая драгоценная возможность сравнить, друзья, то, что предлагалось древнему миру, вот отвечая на этот вопрос, тем, что предлагается в нашем современном мире. И важно понять вот в самом начале, вот уловить, удержать эту мысль, друзья, что вот инициатива вот в этом путешествии, в миссионерском путешествии, друзья, она принадлежит Богу. Движение апостолов в Европу начал Бог. Друзья, и так было, и будет всегда. Бог берет на себя инициативу и направляет апостолов. Итак, насколько определена наша с вами жизнь и что такое руководство Духа? Итак, вот с этим фоном мы переместимся с вами в Афины, это 17 глава, и проследим за действиями апостола Павла. Знаете, мы обнаружим, что, ну, как обычно, Павел посетил Иудейскую синагогу, где он, вот написано, рассуждал с чтущими Бога. Однако его обсуждения не закончились только людьми в синагоге. Послушайте, 17 глава, Деяния апостолов, 16 стиха. В ожидании их, то есть апостолов ждет отставших силу Луку и Тимофея, в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал с синагогой с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских, исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать тот свой слов, а другие, кажется, он проповедует в чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. И взяв его, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Итак, Павел прибывает в этот город, вот как он обычно делает, он идет прежде всего к религиозным иудеям, ну, по пути вовлекается в разговор с самыми разными людьми. И написано, что это была площадь. Ну, сегодня, я думаю, можно было бы сказать, что это был какой-то коммерческий центр города. Между прочим, друзья, у каждого из нас есть с вами своего рода площадь. Друзья, обычно это не церковь. У каждого из нас есть площадь, и обычно это не церковь. Для некоторых из вас это может быть интернет, для кого-то школа, а для других, братья и сестры, это простая комната, где вы обедаете с другими рабочими. А присутствие Павла сопровождало активная личная дискуссия. А вот теперь еще одна очень интересная деталь этого отрывка. Это реакция слушателей на свидетельство Павла. То есть он проповедует Иисуса в воскресенье, так говорит Лука. Люди воспринимают это как проповедь о чужих божествах. Скажите, пожалуйста, вот у нас, может быть, была такая возможность делиться Евангелием, говорить что-то людям о Боге. Кого-то из вас, из нас обвиняли в том, что мы проповедуем о чужих божествах? И вот здесь, в Афинах, Павел получает прозвище. Его назвали Суислов. Позвольте, послушайте, как применялось это слово в то время. То есть первоначальное значение относится к птицам, которые собирают семена. То есть Суислов – это тот, кто собирает семена. Образно слово применяется к человеку, который собирает информацию. Ну, в сегодняшнем языком можно было бы сказать журналист третьего сорта, блогер или влогер. А тот, кто не может сказать ничего стоящего ввиду беспорядочного сбора лакомых кусочков информации. Вот что значит Суислов. Вот за кого посчитали апостола Павла. Друзья, вот так сильно не поняли апостола Павла. И сейчас мы с вами видим один из аспектов противостояния. Мы с вами, верующие люди, христиане, с Библией, держа Библию в руках, сталкиваемся с массовым замешательством, непониманием в частности, в частности непониманием природы Бога. Вот это обвинение, которое получил апостол Павел, ты проповедуешь о чужих божествах. То есть можно предположить, что из рассуждений Павла люди поняли, что он говорит о двух богах. Один бог – это Иисус, а другой – бог – это воскресение. Потому что в греков существовало такое имя – анастас, что означает подъем, вставание или воскресение. И так Иисус и воскресение описаны как чужие боги. Чужой бог, друзья, это решающее слово для всей дискуссии. Чужой – значит далекий, не имеющий отношения к нам. Друзья, что бы вы сделали, если бы вам предъявили такое обвинение? Ты проповедуешь нам о чужих божествах. А что делает апостол Павел? И вот вместо того, чтобы сосредоточиться на непосредственном обвинении, Павел говорит, 23 стих, «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Итак, представьте себе апостола и его аудиторию. То, что говорит Павел, для людей является далеким и не имеющим смысла. То есть то, что ты говоришь, для нас не имеет смысла. Это ничего не значит для меня. И вот теперь задача проповедника, миссионера, да, друзья, вот в этом месте, ученика Господа, как упразднить расстояние? Это вопрос, который стоит сегодня перед нами, передо мной и перед вами. Как уменьшить расстояние? Ну, обычно, друзья, мы это делаем, строя какие-то мосты. И для этого Павел сделал несколько вещей. Он ходил по городу, не закрывая глаз. Ходил по городу, не закрывая глаз. Заметил надпись неведомому Богу. Вы знаете, вот по поводу жертвенника или жертвенников с надписью неведомому Богу, существует история об избавлении города Афин. И, согласно этой истории, на Афины напала эпидемия чумы. После консультации с Оракулом и с прорицателем, да, друзья, афиняне отправляют корабль на Крит, остров Крит, чтобы попросить помощи у известного жреца бога Зевса, поэта, которого звали Эпимедит. Эпимедит согласился помочь афинянам. Он прибыл в Афины и с собой привез несколько овец вот сюда, в Ариапаг. Именно с Ариапага этот поэт, жрец, он отпускает овец и позволил им просто идти по городу и идти туда, куда они желают. Друзья, место, где ложилась овца, отмечалось. И если жрецы могли определить Бога этого места, они ставили в этом месте статую этому Богу. Но если не могли определить Бога этого места, то ставили статую неизвестному Богу. Вот это вот средство Эпимедита, оно подействовало, и афины избавились от эпидемий. И таким образом с того дня посетители Афин могли найти по всему городу алтари известных и неизвестных богов. Друзья, представляете, Павел это знал. Это произошло 500 или 600 лет, вот до апостола Павла. Что это значит, друзья? А это значит, что ученик Господа знал подробности и историю, и культуру Греции. Это та деталь, друзья, это не та деталь, которую знал бы каждый, согласитесь. Видите ли, это напоминает нам о том, как важно любить людей. И любить их настолько, чтобы замечать их культуру и замечать их историю. Не просто историю в общем, друзья, а историю в частности. Так что это очень интересный способ преодоления разрыва. Следующее, друзья, он любил настолько, что он читал то, что они читали. Любил настолько, что Павел читал то, что читали греки. Поэтому Павел знал, что говорят ведущие мыслители Греции. Он знал, чем они знамениты. И в результате этого, конечно, он создавал точки соприкосновения. Ну, знаете, вот тем, кто заинтересовался или заинтересуется, я предлагаю простое практическое занятие. Ну, посетите большой и знаменитый книжный магазин нашего города, Barnes & Nobles. А просто пройдитесь, посмотрите на название книг. Попробуйте определить, что популярно. Узнайте, что говорят наши ведущие мыслители. Поверьте, друзья, вам придется сесть и попить кофе. Вот настолько вы будете удивлены и озадачены. А если заинтересуетесь, найдите книги известного израильского историка Юваль Ной Харари. У него есть две книги об истории человечества, одна из которых переведена больше, чем на 30 языков. Первая называется «Человек разумный. Краткая история человечества». А вторая книга называется «Человек-бог. Краткая история завтрашнего дня». Не буду говорить о чем эти книги. Просто пусть это останется заданием для вас. Хотя бы прочитайте оглавление. И посмотрите, какая у вас будет реакция. Друзья, почему я говорю? Потому что это книги, которые сегодня расходятся миллионами. Это книги, которые сегодня расходятся миллионами. Есть еще одно замечание, вы знаете, по поводу Павла в Афинах. Интересно. Вот прочитайте его проповедь. Друзья, вы увидите, что Павел не цитирует напрямую священное писание в этой беседе. То есть Павел не цитирует напрямую Библию в этой беседе. Он цитирует только языческую литературу. И больше того, друзья, он цитирует ее с явным одобрением. Даже несмотря на то, что она исходит от язычников. Это значит, друзья, что не все языческие идеи полностью ошибочны. Не все языческие идеи полностью ошибочны. Даже если не исходят от тех, кого мы технически можем считать падшими мужчинами и женщинами. Друзья, я подразумеваю, что вы начали беспокоиться о том, что я говорю. Вот если вы начали беспокоиться, подумайте о следующем, друзья. Машина, на которой вы ездите, и за которую вы заплатили столько-то тысяч долларов, скажите, ее построили христиане? Ну, я в этом не уверен. Значит, вы не возражаете против того, что нехристиане построили вашу машину? Друзья, это поднимает очень глубокий вопрос. Насколько люди повреждены в результате прихода греха в этот мир? Потому что наш с вами подход к нехристианскому миру будет в значительной степени зависеть от нашего анализа того, что именно с этим человечеством не так. Итак, мы движемся дальше и встречаем две группы людей, это стойки, эпикурейцы. Вы знаете, ученым трудно сегодня определить то, во что тогда верили эти группы, но можем получить общее или грубое представление. 18 стих. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать отцу из слов, а другие, кажется, он проповедует чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресенье. Итак, эпикурейцы. Целью жизни эпикурейцев или вот этой вот школы философии было наслаждение и спокойствие. Наслаждение и спокойствие. А их часто неправильно понимают как людей, которые увлекаются всевозможными пороками, друзья, они не были таковыми. Они считали, что пороки на самом деле разрушают спокойствие. То есть откуда пришла вот такая вот ориентация жизни или цель жизни, наслаждение и спокойствие? Вы знаете, вот у этой философской школы были основатели, которые уже в то время имели представление об устройстве Вселенной. А именно, друзья, они понимали, что такое атом. Они понимали, что такое атом. То есть это была блестящая проницательность. И вот эти вот люди, вы знаете, вот они всерьез пытались проанализировать природу Вселенной. Они пришли к выводу, что любую вещь можно делить. Ее можно продолжать делить, 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 а потом прийти к чему-то, что нельзя разделить. И они назвали это атом. То есть и сегодня мы понимаем, что атом – это бесконечно малая, неделимая частица, множество которых составляет всякое физическое тело. Друзья, вот эти вот эпикурейцы верили, что атомы падали через пустое пространство. И по мере того, как они проходили через пустоту, они начинали слепаться вместе. Атомы проходят через пустоту и слепаются. И именно таким образом образовались звезды и планеты во Вселенной. Притом никто не знал, как происходит такое слепание. Друзья, вы узнаете это? Это то, чему сегодня учат наших детей в школе. Это именно то, чему наших детей сегодня учат в школе. Знаете, я хочу сказать, что эти люди были глубокими мыслителями о природе Вселенной. Они были склонны верить, что все развилось из материи. Не было никакой направляющей руки Бога и ни на каком уровне. И что сами Боги были частью материальной Вселенной и не имели никакого интереса к людям. То есть Боги были очень далекими, Боги для этих людей были очень чужими. И вот теперь при смерти человека атомы тела, поскольку все было сделано из атомов, распадаются. Нет никакого воскресения и нет никакого суда. И поэтому все, что у тебя есть, это твоя жизнь. Жизнь настоящая. В материальном мире наслаждайся жизнью и будь спокоен. Когда ты умрешь, твое тело просто распадется. Друзья, это сегодня основная песня 21 века. Этим людям очень не нравилась идея суда. И можете представить, что собирался сделать Павел. Павел, ну простите, собирался бросить бомбу в среду вот этих вот людей. И поэтому это имеет для нас огромное значение. Потому что идеи нашего 21 века, они уже существовали. Стойки. Вы знаете, вот их главным благом было не спокойствие, а добродетель. Вот гармония с разумом. И вот этот разум они называли логос, который пронизывает всю Вселенную. Ну так что теперь Вселенной управляли не случайные повороты атомов, а разум. А разум был равен Зевсу. А Зевс был равен вашей судьбе. То есть ваша судьба предопределена свыше. Предопределена Зевсом. Стойки также верили, что это лучший из возможных миров. Вы знаете, одним из следствий этого было то, что Бог является не только источником, но и действующим агентом вашей жизни, но и Бог является нравственным злом. И поэтому они придерживались правила. Живи по закону разума всегда согласно самим собою. И отсюда вообще вот строгий образ мыслей, непоколебимость и твердость особенно в несчастьях. То есть ты не сможешь противостоять этой машине Вселенной. Все, что тебе остается делать, это покориться. Если уж ты покоряешься, покоряйся с достоинством. Вы знаете, вот как стойки, так и пикурейцы, друзья, они имели нечто общее. То есть они верили, что для человека уже все определено. То есть жизнь человека определена. Для пикурейцев все было определено снизу, это была материя. А для стойков все было предопределено сверху, разумная Вселенная. Для одних это были атомы, законы природы, которые определяют все. Для других это был высший разум, который контролировал все. И сегодня, друзья, мы имеем два тех же самых взгляда. Один мы называем атеизмом, другой мы с вами называем судьба. Друзья, и мы, представляете, мы должны думать об этих вещах, потому что мы не можем избежать их в нашем контакте с языческим миром. Кто и как управляет этим миром? Бог в смысле Зевса или Бог в смысле Логоса? Частицы, атомы, законы природы или так называемые духовные существа? Или же все-таки это Святой Божий Дух? Это огромная тема для нас, не так ли? А что же теперь собирается сделать Павел? Интересно, вот Павел в своей проповеди возвращается к самому большому вопросу. А вообще, существует Бог или нет? Есть Бог или нет? И если Бог есть, то какова природа Бога? Самое первое, что он говорит, 24 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Знаете, Павел возвращается к началу Библии. Знаете, для чего? Попробуйте обратить внимание вот этот вот размах, вот этот вот мазок, если он пишет картину, то есть откуда и докуда, вот где пределы его рассуждений. То есть, с одной стороны, он показывает общую картину. То есть, вам невозможно понять воскресение и невозможно понять Иисуса, если не будет этой большой картины. То есть, насколько велика эта картина, друзья? И вот апостол Павел говорит, что картина начинается с сотворения мира и заканчивается последним судом. То есть, друзья, вот граница нашего мировоззрения. Это большая картина. И можете себе представить, эти сестры, это особенно ценно для нас с вами, что вот наша с вами жизнь, может быть, жизнь незначительных людей, жизнь людей, которые много в жизни там чего-то не добились и не добьются. Друзья, она очень красиво вписывается вот в эту большую картину. Картину, которую пишет Бог вот своей рукой. Вот сотворение человека и потом последний суд. То есть, это тот набор, к которому мы с вами должны стремиться. Павел делает это очень деликатно. И вот мягко поднимает вопрос их невежества. Неизвестный Бог. То есть, вот вы поставили статую, да, вот алтарь неизвестному Богу. То есть, вы не знаете, кто такой Бог. Это вопрос невежества. А вы знаете, вот поклонение многим богам, независимо от того, известны они или нет, не является поклонением единому истинному Богу. Знаете, в нашем мире тоже принято говорить, что мы поклоняемся тому же Богу, что и вы, только с другим именем. Друзья, это неправда, такого не может быть. Напомню, один библейский текст, 1 Фессалоникийцам 1,9. Посмотрите, как пишет апостол Павел. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Вы знаете, чтобы поклоняться истинному Богу, вы должны отвернуться от идолов. То есть, вы не можете делать это одновременно. Нет, вы должны обратиться от идолов, чтобы поклоняться истинному Богу. И Павел теперь рассказывает им об этом едином истинном Боге. Но опять он делает это блестяще, чтобы ответить на первое обвинение в том, что Бог чужд и далек. Итак, Бог не чужой для человека. Павел говорит, воскресение – это не Бог, а историческое событие. Бог не чужд. Так, давайте посмотрим. Бог сотворил мир и все, что в нем. Он дает жизнь всем. Он создал все народы от одного человека. Ну, насколько это важно, друзья? Насколько важно вот об этом говорить, когда, к примеру, дело доходит до понимания культуры и свидетельства. А вы знаете почему, друзья? Ну, опять вот, если вы зайдете в этот книжный магазин или в любой книжный магазин, вы заметите, что вопрос о происхождении человека заполняет книжные полки. Вопрос о происхождении человека заполняет книжные полки. А Павел говорит, Бог есть. И это Бог всего. Поэтому Он не может быть чужим. Если Он создал все человечество от одного, Он не может быть чужим. Затем Он утверждает с 28 стиха до 31. «Ибо мы им живем, движемся, существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вы знаете, друзья, какой интересный подход. Можете обратить внимание, что здесь часто повторяются вот эти вот слова «все и мы». «Всем мы всем». То есть часто Павел повторяет вот именно это. Это способ опять упразднить дистанцию между ними и Богом, о котором Он проповедует им, о котором Он возвещает. То есть если взять более простой уровень, можно сказать, что все люди созданы по образу и подобию Бога. И вот это вот понимание, это представление о том, что все люди обладают бесконечным достоинством, как сотворенные существа, друзья. Ну, конечно, ценность возрастает, когда человек становится искупленным существом, но все-таки ценность сотворения важна с самого начала. Итак, Бог не чувств, потому что Он творец. То есть мы с вами, скорее всего, имеем некоторый аспект того, что значит быть связанным с Богом, что значит быть, ну, то, что вот вы как человек вызваны к существованию Богом. То есть человек имеет связь с Богом. А знаете, вот есть такое интересное прочтение книги «Деяния апостолов», я слышал об этом, которое утверждает, что вот здесь, в Афинах, ну, в принципе, ничего особенного не произошло. Вот что касается Евангелия, что касается проповеди, даже что касается служения Павла, ничего особенного не произошло. После Афин Павел отправляется в Коринф, да, и вот здесь он как-то пересмыслил свою ошибку. Он пишет послание Коринфянам, изменяет суть своей проповеди. И теперь вот после Афин Павел проповедует только распятого Христа. Вы знаете, друзья, это не так. Это не так. Мы увидим через минуту. Вот как вы думаете, друзья, вот о афиняне отпустили бы вот такого человека, как Павел, с 10-минутной речью? Скорее всего, нет. То есть можно предположить, да, друзья, что Павел провел намного больше времени, чем кажется на первый взгляд, вот здесь, в Ариапаге, вот проповедуя, свидетельствую, да, друзья. А Лука сделал совершенно блестящее, то есть он сосредоточился на ключевых вещах, которые имеют отношение к этим философам. И мы можем как-то с вами заполнить эти пробелы, да, друзья. Ну, мог ли Павел говорить о воскресении и о человеке, который был воскрешен из мертвых, не назвав его и не сказав, что произошло? Скорее всего, нет, друзья. То есть Павел проповедовал намного больше, чем кажется на первый взгляд. Итак, Бог не чужой. А далее вот здравый смысл Павел говорит, показывает, что Творец не живет в храмах, сделанных руками человека. 24 стих, друзья. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Очень-очень красивое заявление. Не так ли, друзья? Бог не живет в храме. И не задумываясь, мы бы повторили. Не так ли? Мы, братья и сестры, а все же задуматься стоит. Нам нужно очень осторожно говорить об этом, потому что иногда Бог, в Которого мы с вами, христиане, сегодня верим, живет только в здании. Он живет только в храме. Это, поюсь, происходит среди христиан. А вот вопрос, друзья. Сколько времени нашей жизни занимает наша вера? Если наша вера занимает только два часа воскресенья, ваш Бог живет только в храме. Если ваша вера занимает только два часа воскресенья, ваш Бог живет в здании. И вы иногда его посещаете. Мы иногда его посещаем. Друзья, охватывает ли христианство всю нашу жизнь? Охватывает ли, друзья? Неужели мы до сих пор относимся к Богу, как к Богу в здании, которого мы посещаем время от времени? Видите, друзья, вот эти вот языческие образы мышления могут проникнуть в нас, даже если мы полностью от них отрекаемся. И теперь мы подходим к следующему вопросу. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду сам, давая всему жизнь и дыхание все. Но если Он творец, Он дает все, можем ли мы представить, что Он в чем-то нуждается? И то, на что Павел намекает, друзья, это вот это вот глубокое языческое заблуждение, что к Богу мы приходим заслуженно. И вот в нашем мире тоже об этом трудно говорить, я предполагаю, друзья, потому что во всех сферах жизни люди ориентируются на экономику заслуг. То есть люди получают университетские степени по заслугам, они получают свои должности по заслугам. А вот мысль о том, что Бог принимает человека не по заслугам, она сегодня чужда для человека. Но Павел вот воспользовался этой возможностью, друзья, он считал, что это очень важный вопрос для неверующего человека, для людей, которые ничего не знают о Боге, да, друзья. Это важно, друзья, потому что речь идет об основе принятия Богом. То есть это не то, что делаю я руками человека. От одной крови Он произвел весь род человеческий, это 26 стих, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его род. Вы знаете, вот снова Павел говорит о том, что Бог руководит жизнью человека. И вот эти вот интересные слова, да, 26 стих, друзья, да, что вот есть определение Божье, да, вот для жизни человека, вот что Он назначил время и пределы обитания человека. Знаете, вот я вот не осмелюсь говорить на таком, может быть, на народном уровне, на уровне нации, но вот интересно, проследив книгу «Деяния апостолов», можно заметить, как это происходит на личном уровне, то есть как Бог вот руководит жизнью человека, и вот брат Петр мне очень-очень в этом помог. То есть вы видели карту, да, друзья, на которой Он показал перемещение семьи Акилы и Прескилы. Вот давайте посмотрим, друзья, то есть как Бог руководит жизнью человека. Давайте снова вернемся к Лидии. Кто-то помнит, с какого города она была? То есть как она попала в Филиппы? Она была торговцем, у нее был бизнес, она торговала одеждой, и она жила в другом городе. А почему она попала в Филиппы? Друзья, Бог установил пределы обитания человека, Бог руководит жизнью человека. Она просто занималась бизнесом. Она занималась торговлей, попала в город Филиппы. Вы знаете, друзья, здесь идея в том, что есть две стороны. То есть есть какие-то обстоятельства, друзья, и есть мы. Есть различные обстоятельства. Эти обстоятельства существуют для того, чтобы мы шли, для того, чтобы мы искали Бога. Вот о чем говорит апостол Павел. Что подразумевает, друзья, инициативу с нашей стороны. То есть мы понимаем, что есть узел, да, вот это обстоятельство и рука Бога, друзья. Но вот как бы мы ни решили этот узел, друзья, есть мы и обстоятельства. И вот Павел, представьте, говорит об этом языческой аудитории. Он говорит об этом языческой аудитории, друзья. Знаете, это не домашняя дискуссия вечером, во вторник, а в церкви города Стриткал, где собрались только верующие люди, друзья. Это разговор в общественном пространстве. Почему, друзья? Потому что люди сегодня хотят знать, как решается их судьба. Люди сегодня хотят знать, как решается их судьба. Потому что люди отчаянно сегодня нуждаются в руководстве. Для девушки-прорицательницы, друзья, это был источник огромных денег. Весь город зависел от этого. То есть они искали руководство, как и люди сегодня. Что собираемся мы сказать им об этом? То есть должны быть две стороны – сторона Бога и сторона человека. Но знаете, вот замечательно то, что вот каким бы ни был ответ. Я понимаю, что это сложный вопрос, друзья. Вот каким бы ни был ответ на этот вопрос – Бог не чужой для человека. Бог не чужой для человека. А потому что даже у язычников был смысл сказать, что в нем мы имеем жизнь, движение и существование. То есть Бог действительно близок. И поэтому Бог становится все ближе и ближе вот к этим людям. И Павел говорит, вот слушайте, вот вы бы должны были это знать. Ведь у вас есть великие мыслители, да, блестящие философы. И вот они уже уловили то, что говорят, что Бог действительно близок к человеку. Затем, друзья, вот мы можем пройтись по списку людей. Это тоже прекрасное занятие. Людей, чье жизненное пространство, где они жили, было направлено Богом ради Евангелия. А Лидия, я уже сказал, давайте, следующий человек – это начальник тюрьмы в Филиппах. Друзья, почему апостол Павел, вот когда его заключили в темницу, вот в момент заключения сказал, что я римский гражданин, меня не трогайте. То есть почему он дождался вот этого заключения в темницу? Вы знаете почему, друзья? Потому что Бог должен был спасти тюремщика. Вот как Бог руководит жизнью человека. Потому что Бог хотел спасти начальника тюрьмы. Вы знаете, вот и замечательно, что Бог вызывает это землетрясение, открывает двери темницы, чтобы привлечь внимание начальника тюрьмы. Он не сделал этого для Лидии. Он открыл ее сердце, друзья. Вот для кого-то потребуется землетрясение, но это то, что произошло. То есть разные уровни вот того, что происходит. Вот затем были Акила и Прескила, тоже замечательный пример. Вот как спасибо брату Петру, который сегодня как-то помог мне даже в этом. Вы знаете, друзья, их выгнали из Рима. То есть Бог руководит жизнью человека. Вот даже перемещение человека по стране. Их выгнали из Рима по указу Кесаря. И эта семья в Каринфе стала основой существования апостола Павла. Ради Евангелия. Ради того, чтобы люди познали Бога. То есть, друзья, Бог руководит жизнью человека именно в этом смысле. Вы знаете, вот когда начальник тюрьмы спросил Павла, «Государь моей, что мне делать, чтобы спасти?» Вы знаете, Павел не сказал им, не переживай, в твоей жизни все пройдет автоматически, да, друзья? То есть ему было сказано, что он должен верить. То есть Божье водительство не уничтожит человеческой ответственности за веру. А в городе Каринф, когда Павел будет говорить с иудеями, он обратится к ним и скажет, что кровь ваша на ваших головах. То есть он говорит об ответственности за отвержение Евангелия. То есть не происходит в вашей жизни это автоматически. Вы либо принимаете, либо отвергаете. И в любом случае инициатива тоже исходит от вас. И ответственность тоже каждого из нас. Итак, мы можем найти Бога, чтобы спастись. Мы должны искать Бога, чтобы спастись. Еще раз повторю, друзья, вы представляете, о чем Павел проповедует языческой аудитории? Представляете, о чем Павел проповедует языческой аудиторией? Ну и последнее. Мы с вами будем заканчивать. Тридцатый стих. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Здесь опять интересное слово в рассуждениях Павла. Слово «теперь». То есть теперь он повелевает всем людям покаяться. Почему теперь? Скажите, что произошло? Что Бог был в состоянии повелеть всем людям покаяться? Конечно, под этим скрывается история с распятием, воскресением нашего Господа. Потому что теперь, когда все это совершилось, существует гарантия суда над человеком. И воскресение именно человека является для всех доказательством суда. Обратите внимание, друзья, вот Павел не говорит о воскресении Иисуса, 31 стих. Но хотя это совершенно верно, я уверен, что он объяснил, кто это был, будет судить Вселенную посредством предопределенного мужа. Друзья, по-английски, посмотрите, написано «человека». То есть Павел говорит о воскресении человека. То есть главное, что должны были уловить в первую очередь, что воскрес человек. Вот для греческих философов это очень важно было услышать, друзья, услышать то, что человек воскрес из мёртвых. То есть каким бы ни было ваше представление о потустороннем мире, каким бы ни было ваше представление о том, что находится за пределами смерти, Павел говорит, что человек оттуда вернулся. То есть этот мир существует. И человек оттуда вернулся. И он говорит, больше того, друзья, это гарантия того, что когда-то будет суд. Когда-то будет суд, когда-то каждый из нас предстанет перед Богом. И знаете, конечно, это выходит за рамки того, о чем они могли даже думать. Они бы поверили Павлу, если бы он сказал воскресение души. Они бы поверили, потому что у греков было такое понимание перемещения души человека. Но Павел говорит о воскресении человека. То есть понимаете, сколько это важно, и вот насколько, опять говорю, это увлекающе. И что происходит, друзья, над ним смеются. Над ним смеются. Я слышал, вы знаете, есть один замечательный проповедник. У него были дебаты с ведущим атеистом, очень ведущим атеистом. И вот когда заканчивались дебаты, вот этот вот наш проповедник, наш брат, он сказал о воскресении Христа. И вот этот вот атеист, который с ним вел дискуссию, он начал громко смеяться. Слышишь, говорит, это смешно. Это очень смешно, говорит. Мы сейчас только с тобой говорили о высокой философии, и ты заканчиваешь воскресением Христа. А этот брат, знаете, как он свидетельствовал, он говорит, знаете, друзья, до сих пор, там какие-то годы прошли, ко мне приходят письма, где люди пишут, что мы обратились к Богу. Последние три минуты в вашей дискуссии, когда вы сказали о воскресении Христа. Представляете, друзья? То есть смеются, да, высмеивают. Ага, люди к Богу обращаются. Это было с апостолом Павлом. Ну, еще раз подчеркну, друзья, можно ли сказать о том, что у Павла ничего не получилось? А что ничего не получилось, посмотрите, 34 стих. Некоторые мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними были Дионисий и Ареапагит, и женщина именем Дамы, и другие с ним. Ареапагит, друзья, это член Верховного Суда. Член Верховного Суда города Афин поверил. Неужели ничего не получилось у Павла? Вы знаете, с какой мысли я хотел бы оставить нас с вами. У нас с вами есть Библия. Замечательная книга, друзья, живая книга. Благословил нас Бог бы изучать эту книгу так, чтобы научиться говорить о Боге, как говорили наши великие апостолы. Чтобы мы были в этом мире настоящими свидетелями, учениками нашего Господа. Самое последнее. Давайте мы прочитаем, с этим будем молиться. Евангелие Триана, 15 глава, последние два стиха. Может быть, знаете, как-то трепетно бывает. Сможем ли мы, как Павел, ну, конечно, не всех из нас даже допустят, кариапагу, друзья, ну, как бы то ни было, может быть, даже в той комнате, где вы обедаете с людьми, откуда может взяться такая сила у человека. Послушайте замечательное обетование. Когда придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, посмотрите, друзья, кто будет свидетельствовать о Христе. Он будет свидетельствовать. 27 стих, и вы будете свидетельствовать. Друзья, вот в нашей с вами жизни есть главный свидетель. Он намного важнее, чем мы. То есть это Он свидетельствует. Ну, и мы также свидетельствуем, понимаете, друзья? То есть у нас есть это великое обетование, братья и сестры, что Дух Святой, вот именно самый главный, самый важный свидетель Иисуса Христа. Вот Он с нами живет, Он с нами обитает. С этими мыслями, друзья, пусть Бог благословит нас с вами в нашем хождении перед Богом, в нашем стремлении быть послушными учениками нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Аминь. Приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.